Ребятушки, еду, еду, ребята, на авторынок, зелёный угол. Погода снежная, такой идёт мини-снег, мини-дождь. Вот такая пробка нам навстречу. А мы, ребят, с вами двигаемся в боевом режиме, на низком старте, на супер мощности, на зелёный угол. Можно гулять по рынку, смотреть новинки мото-авто, грузовой техники. Сегодня засниму грузовую технику. Если получится, ещё распилы поснимаю и автозапчасти. Сегодня день насыщенный. Ну как день, уже 4 часа дня, суббота. Видите, вот субботние пробки какие у нас во Владивостоке, пацаны. Просто, просто какие-то прям, я не знаю, ребят. Как будто мы где-то живём в каком-то мегаполисе. Ребят, вот один из подписчиков канала просил узнать про грузовую технику. Про грузовую технику. Вот, смотрите, Toyota Duna, такой грузовик. 2008 год, ПТС, таможня, без пробега, 2 литра, 4 ВД. Газовое оборудование пятого поколения, миллион восемьдесят тысяч, пацаны. Ну берёте за лям, вот за лям, берёте Suzuki Duna и начинаете в этот же день сразу работать. Ну не в этот же, ещё на учёт в ГАИ поставите. Блин, посмотрите, какая будка здоровенная. Хоть мебель перевозите, хоть Coca-Cola. Ну за миллион, пацаны. Или вы возьмёте за миллион какую-нибудь там Lada Vesta беспонтовую. Или там, я не знаю, что вы возьмёте за лям. Сейчас он какой-нибудь там новенький Prius стоит восемьсот тысяч, девятьсот тысяч. Или Fit новый какой-нибудь гибридный, восемьсот. А тут двести тысяч добиваете. И вот грузовая машина. И спокойненько можно на ней работать. Четыре ВД, никакие не страшны там, я не знаю, ямы какие-то, лёд там, погода плохая там, да. То есть, в принципе, вот такая вот машина, вот так она выглядит, пацаны. Ну здоровенный, серьёзно говорю, грузоподъёмность тысяча пятьсот килограмм. Ну тысяча пятьсот килограмм. Это вообще можно возить, я не знаю, там экспедитором устроиться на своём машине. И сто тысяч в месяц получать, она вам за год отобьётся. Вот такая вот прикольная тема. Очень холодно на улице. Ну как холодно, ветер, дует, туман. Такая погода сегодня, ребят. Так, вот ещё сейчас у нас один экземплярчик. Такой вот на резине, уже зимняя резина. Берёшь, покупаешь и сразу едешь, короче. Сразу едешь работать. У салона, как у всех машин, пацаны, автомат. Ещё и на автомате, прикиньте, пацаны, на автомате. Просто ездишь, кайфуешь, слушаешь радио. Лема, Шансон, там, Европа Плюс и кайфуешь. Вот, ребят, ещё один экземпляр. Toyota. Toyota. Дизель, 2005 год, 4WD, 999 тысяч, полторы тысячи килограмм поднимает. И автомат. Прикиньте, пацаны, автомат. Не надо вот на механике постоянно вот это рукой дёргать. Включили обогрев, включили музыку любимую, там, диск. АУКС подключили через телефон. И всё, вот у него кузов здоровенный, пацаны. Вот, допустим, в семье живёте вы и ваш сын, допустим, да. Чем какую-то покупать квартиру, там, непонятно, и сдавать её за 20 тысяч, лучше взять две грузовые машины, вот, на зелёнке здесь. На них работать, зарабатывать бабки, блин. Машина, она всегда грузовая, понадобится в хозяйстве. Ну, вообще, пацаны, ну, цена реально дешёвая. Ну, как бы, за миллион рублей давайте у нас iPhone, ну, допустим, какой-нибудь этот ноутбук Apple стоит 150 тысяч нормальный. Ну, который мощный, который такой не тупий, да. iPhone 70 тысяч новый стоит там, плюс, допустим. Вот, а здесь такая классная тачка на автомате. На автомате, пацаны, даже вообще ничего не надо делать. Просто подъезжаете, покупаете себе такой, пикапы, бабки зарабатываете. По красоте. Ребят, сел, батарейка села, опять телефон замерзает. Ну, вот моя мысль к тому, что вот люди спрашивают, кризис, кризис, там, как сохранить деньги. Пацаны, бабки надо не сохранять, а бабки надо зарабатывать. Ну, чё вы этот миллион в банк положите? Чё вы 100 тысяч в год заработаете, 10% годовых? Вы берёте вот, залямся, берёте Тая Эйс или вот этот Дюну, и реально работаете, зарабатываете в месяц там, ну, работаете там сами на себя или где-то в компанию со своей машиной. По 70, по 100 тысяч легко можно зарабатывать, вообще и не париться. Нормально ездить в Таиланд на отпуск, ещё куда-то. Вот есть Ниссан, тоже дизель, вот описание. 725 тысяч, это рефрижератор от минус 5 до плюс 30, раздатка пониженная. Два аккумулятора, зимняя резина, боковая дверь, будка. Пацаны, за 700 тысяч рублей, блядь, настоящее. За 700 тысяч рублей, пацаны, дизель, коробка, от минус 5 до плюс 30, 4 ВД, раздатка, два аккумулятора. Пацаны, блядь, ну, 700 тысяч рублей. Пацаны, вы поедете сейчас куда-нибудь в Таиланд, блядь, вы 200 тысяч потратите там в какой-нибудь отеле, блядь, поживёте еды этой протухшей тайландской, блядь, антисанитария, какие-то проститутки бегают. А тут вы, чик, взяли себе там 200 тысяч, продали свою какую-нибудь за 400 тысяч тачку, добили ещё сотку кредитом или перезаняли у кого-то. И вы уже на своём маленьком рефрижераторе работаете, деньги зарабатываете, пацаны. Сейчас многие спрашивают, вот там, как заработать, там, что-то это. Просто надо желание, желание, и всё. И тут для вас не требуется каких-то специальных знаний, просто надо водить машину, иметь права. Просто надо иметь права, машину, мороженое возить, там, рыбу какую-нибудь, вот, Ниссан Ванет, тысяча килограмм подъём. Просто надо жопу с дивана поднять и, как бы, начинать работать. Понимаете, начинать работать. Многие скажут, вот, уже, типа, все этим занимаются, пацаны. Ну, вы знаете, люди и все, и на врачей поступают, институты же существуют, как бы, и на врачей люди до сих пор ещё, хотя врачи уже есть, и полицейские есть, и всё равно люди, идут в полицейскую академию. Потому что, ну, как бы, мир развивается, люди меняют род деятельности, им надоедает, они, там, уезжают, переезжают, я не знаю, ещё что-то, да. Вот. Вот, допустим, тема, пацаны, кто хочет стать богатым, это мусор. Вот, мусоровоз Хина. Там непонятно, что написано. Вот, типа, мусоровоз такой, да. Пацаны, ну, мусор, я вам серьёзно говорю, вот, многие люди не в курсе, но люди, которые мусором, это вообще, там, криминальная тема, там, вообще, там, серьёзные ребята мусором занимаются, это бабки здоровенные. 96-й год, 8,2 объём. Вот, какие-нибудь строительные отходы вывозите. Даже, я вот сейчас даже сразу придумал, знаете, вот есть вывоз, вот машины стоят, вывоз строительного мусора, пацаны. Вывоз строительного мусора, и реально, там, по килограмму, там, считается, или как. Тоже сейчас стройка везде прёт. Сейчас дома вот эти, по Владивостоку ездишь, дома повсюду. Берёте себе какой-нибудь грузовичок просто, и работаете, мусор вывозите, наглядите себе двух пацанов-грузчиков по 250 рублей в час. И всё, бабки зарабатываете, в день 3-5 тысяч легко можно заработать. Ну, это не чисто, мне понятно, что ещё амортизация машины, но всё равно, ребят, то в месяц 150 тысяч вы зарабатываете, там. Ну, даже не 100, даже не 150, а 100. Ну, чисто мне, у вас там 1070 остаётся, если вам здесь держит, да, как бы. Ну, вообще нормальная тема. Поэтому, кто хочет, вот у меня человек спрашивал, вот контакты, телефон, всё, в принципе, видно. Приезжайте на рынок в зелёный угол, берите тачку и начинайте сразу работать. Пацаны, надо работать, блядь. Понимаете, не сидеть, вот, видео мои смотреть, давай, снимай там нам. Сразу пошёл, взял кредит, там, перезанял, взял тачку, работаешь, зарабатываешь деньги. Живёшь счастливой жизнью. Вот, ребят, есть и более тяжёлая грузовая техника, вот такой кран-копелку, да. Ну, это уже, наверное, для крупных каких-то организаций, я не знаю. Кто уже занимается стройкой, может, каких-то коттеджей, там, домов, там, ещё чего-то. Вот. Вот, то есть, ну, я своё мнение сказал, пацаны, что, блядь, покупайте, короче, мини-грузовики, работайте. Ну, или не покупайте, вообще работайте, там. Вот, даже есть фрейд, фрейд-лайнер, такой здоровенный тягач. Их там два, синий и красный. Как два брата-близнец-западный. Ну, такие я вам уже купить советую, но, наверное, стоит очень дорого. Вот, в принципе, тоже там перевозки какие-то, ещё что-то. Вот. Ну, на самом деле, вот, на рынке машин много, и Prius, и там, и Honda Fit, и Probox, и вот, и Nissan March. Короче, вообще, любые машины есть, ребят. Только бабки зарабатывайте, покупайте тачку. Вот. Потому что, ребят, скоро бензин может ещё подорожать больше. И уже, так сказать... Ну, мне кажется, люди всегда будут ездить на машинах, потому что машины всегда актуальны. В машинах... Хоть кто-то и говорит, что машина – это железо, да, вот, ребят? Ну, машина – это, на самом деле, нихуя не железо. Вот еда – это еда, понимаете? И как бензин. А вот уже, когда повар готовит какое-то блюдо, он его, как бы, готовит с душой. Он, как бы, смешивает продукты. Та же самая и машина, да? Машина – это для кого-то средство передвижения, для кого-то – это верный друг, надёжный помощник. И вообще, как бы, хобби, да? Лучше, чем пить, курить, бухать, там, знаете, анаболиками колоться. Лучше, вот, заниматься машиной, какими-то техникой, да, какой-то. Чем, чем, я не знаю, там, наркотическими какими-то там вещами. Потому что, ну, полезное хобби, ребят, техника. Также вот ещё спрашивал кто-то меня, про не помню, про чё. Про приус я сказал, в принципе. Ребят, вот всё, я уже отснял видео, еду с зелёного угла, дальше по делам. Всем спасибо, всем большое спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии к моим видео. Очень приятно, за проявленный интерес к моему творчеству. Буду стараться специально для вас снимать какие-нибудь ещё интересные видео. Всё только начинается, так сказать, лучшее впереди. Ещё наш самый лучший видеообзор всегда только в будущем. Поэтому, ребят, всем хороших выходных. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И будьте вежливы на дороге и с друг с другом. Всем хорошего дня, пока. Субтитры сделал DimaTorzok